Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вера и современности». С вами я, ее ведущая, Ирина Звягинцева. Православные сахалинцы отметили Рождество Христово, и после него началась череда святок, в которую принято дарить добро ближним. Завершил очереду чудес – крещение Господне. Как прошли праздничные дни для православных, расскажем далее. Рождественская ночь собрала в Кафедральном соборе Южно-Сахалинска сотни верующих островитян. Прийти на праздничную службу – традиция, в которую каждый вкладывает особый личный смысл. Один из величайших праздников. Обязательно на ночную службу прийти, чествовать Господа нашего. Само Рождество завтра у мамы, у старшего семейства. Все собираемся, все, кто может, все, кто не работает. Обязательно. Праздничный стол. Проводим мы его всегда в храме. Обязательно. Ребенок у нас даже помогает служить в алтаре. Вообще Рождество для нас – это, конечно, много чего. Это и подарки, это и пост. День перед Рождеством называется чельником. Это самый строгий день рождественского поста. Он заканчивается как раз в праздничную ночь. После причастия верующие могут не ограничивать себя в идее. Тогда же наступает период святок. Начало жизни новой. Такая вера в новое. Мне вот так кажется, что в будущее все с этим праздником, мне кажется, и приходит в наше светлое будущее. Все хочется верить во все, в самое лучшее, что будет. Во-первых, здоровье. Не только для меня, и для всех окружающих, которые есть, для родных, близких, друзей. Святки длятся 10 дней. В это время принято делать добрые дела, дарить подарки и ходить в гости друг к другу. Кристос родился, всем освещаем. Обрядовые песни славян во время традиционных походов по домам в канун Рождества берут начало еще со времен Древней Руси. В простонародье действия называют калятки. Неотъемлемая часть светлого праздника сохранилась до наших дней. Участники островных творческих коллективов и волонтеры погружают зрителей в историю православных обычаев. Этот костюм – это народный костюм, символизирующий свою эпоху, как раз крестьянство Руси и православной Руси. Калятовщики – это были люди, чаще всего дети, которые ходили по домам, рассказывали о том, что такое Рождество, что произошло. Ну и выпрашивали таким образом у взрослых конфеты, всякие личности. В Кафедральном соборе Рождества Христова выступления не только демонстрируют на сцене. Зрители и сами могут в них поучаствовать. Воспитанников воскресных школ ждут традиционные русские забавы и конкурсы. Ввиду ковидных ограничений мы не смогли собрать большинство воскресных школ, но в близлежащую к Южно-Сахалинску приехали порадоваться вместе с архиереем, с ладыкой Никанором, прекрасным праздником Рождества Христова и общими усилиями епархии наших коллективов, наших артистов. При участии нашего Софийского центра мы организовали праздничную программу. В дни новогодних каникул в областном центре прошли десятки различных мероприятий. С Рождеством поздравили и детей в социальных учреждениях. В небо звездам служащий, звездой луча хуся. Репетировать православный хор начал еще за месяц до Рождества. В репертуаре праздничные песнопения и калятки. Первым исполнили песенную молитву или тропарь. В нем раскрывается вся сущность Рождества. Звучат такие слова. «Рождество Твоей, Христе Божий наш, воссия мира, весь свет разума». То есть Рождество Господа дало свет, надежду людям, которые так долго ждали Господа в этот мир и возлагали очень большие надежды на спасение. Среди зрителей – воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. «Маячок» готов приютить и помочь детям в сложной жизненной ситуации. Здесь ребятам предоставляют не только кровь и еду, но и возможность получить новые знания и умения. Перед каждым значимым мероприятием, перед любой датой проводятся уроки, беседы. В зависимости от возраста, с маленькими детишками – это игровая программа какая-то, действительно делают поделки. Со старшими детьми уже более серьезные беседы, смотрят фильмы, обсуждают уже более глобальные по-взрослому. Священнослужители каждый год приезжают в «Маячок», чтобы рассказать детям о Рождестве и подарить подарки. Все это в рамках акции «Сотвори свое чудо». На протяжении месяца каждый желающий мог принять в нее участие. Достаточно было купить и принести игрушки, книги или канцтовары вместо сбора. В этом году достаточно активно. То есть люди приносили свои подарки, самые разные, и продуктовые подарки, и канцелярские товары. Я, сложно мне сказать, ну сколько, ну наверное, несколько сот человек точно приняло участие. Рождество – такой удивительный праздник, который отмечается не один день, а 10 дней. И вот в течение 10 дней мы посещаем различные социальные центры. «Маячок» – это только первая точка. Рождественский десант приехал в Центр содействия семейному устройству «Феникс» в село Красногорск. Конечно, с собой волонтеры взяли хорошее настроение и занятия для ребят. Для старших – викторина о жизни свидетеля Иннокентия, которого считают покровителем Сахалина и Курила. Для младших – мастер-класс по аппликации, который связан с 75-летием Сахалинской области. Мы в первый раз приезжаем в Красногорский детский дом. Я могу сказать, что вполне успешно, не зря мы приехали. Дети остались радостными, довольными. Для своего возраста они прекрасно владеют техникой аппликации и с удовольствием участвовали в нашем мастер-классе. Такие занятия, по мнению экспертов, помогают детям развивать художественные навыки и легче воспринимать сложные исторические события. Педагоги из Первой музыкальной школы Южно-Сахалинской исполнили для детей песни и народные произведения под аккомпанемент баяна и балалайки. Такие визиты в Центр Феникс очень ценят. Разговаривая с детьми, будь то это предприниматели, будь то это религиозные какие-то общественные организации, им не важно. Им важно само вот это отношение. Чувствовать себя частью общества, приобщенными к чему-то. То есть они участники вот этих общественных каких-то явлений. В Красногорский Центр содействия семейному устройству члены братства Александра Невского приезжают уже на протяжении 14 лет. С собой они регулярно приглашают различные творческие коллективы. Период святок завершился, наступило традиционное крещение. Массовые мероприятия в регионе отменили, в том числе не было традиционного крестного хода. Тем не менее, индивидуально люди могли окунуться в прорубь. Уже к 11 часам вечера 18 января первые желающие попробовать ледяную воду стали приходить в парк. Дмитрия Мальцева снег и ветер не испугали. Одним из первых он зашел в купель. К традициям приобщает и ребенка. Ну, водичка холодная, зима, а ощущения бодрые. Каждый год? Ну, год назад мы были здесь, тоже понравилось. Решили еще разочек. На замечательный день, каждый год хожу, плаваю. Ну, все замечательно, вода хорошая. Православная ли традиция купания в ледяной проруби? На этот счет есть два мнения. Одни считали, что это обязательно, а другие – пережитком языческих традиций. Сейчас священнослужители призывают не вдаваться в крайности. Освящение воды в праздник Богоявления получило начало в Иерусалимской церкви, и в IV-V веках совершали его только там. Выходили на реку Иордан для водоосвящения, которое являлось воспоминанием крещения Спасителя. Но в России праздник приходится на зиму. После крестного хода освящали проруби, чтобы люди могли набрать из них святой воды. В наше время священнослужители не запрещают купание, особенно тем, кто видит в этом духовный смысл. И освящают проруби, призывая людей прежде всего подумать о своем здоровье. Утро верующие провели в храмах и отстояли службу. На крещение читают особенные молитвы. Их можно услышать только два раза в год – 18 и 19 января. Считают, что они наполнены глубоким смыслом и силам. Также верующие набирают святую воду. Чтобы ее хватило всем, в храм святителя Николая Чудотворца доставили целую цистерну. В течение уже 16 лет водоканал нам помогает. На каждый праздник он дает нам цистерну воды. И как вот эти баки у нас разбирают, мы снова сюда заливаем водичку, освящаем. Святая вода по церковному агиасму – цена для истинно верующих. Набрать ее можно было во всех храмах Южно-Сахалинска. Ну как обычай. Весь год буду беречь. Беречь и по капельке каждый день утром буду. Спасибо, мои хорошие. Когда мне врач сказал, что у меня катаракта на этом глазу, на левом, то, знаете, я прикладывала просто марлевую тряпку, это самое, из марли делала такое, мочила и прикладывала. А в этом году поехала, пошла к нему на прием, а у меня нет катаракта. Мы освящаем дом, прием, детей обязательно умоем после того, как их садик от школы заберем. Ну, для всего. Если есть какая-то, не знаю, горе, печаль в семье, обязательно используем святую воду. Мы верующие люди. Веруем, что она нам помогает. В этот день вода имеет особые свойства. В этот день я стараюсь обязательно еще окунуться в купель, в прорубь, так как я верю в то, что в этот день вода имеет оздоровительный характер. Главная утренняя служба прошла в Кафедральном соборе Рождества Христова. Здесь осветил воду владыка Никанор, архиепископ Южно-Сахалинский Курильский. На все три дня будет в храмах раздаваться вода. По возможности постарайтесь выбрать время, чтобы в наше сложное время не создавать какой-то толпы, чтобы можно было спокойно прийти или вечером, или до работы с утра, и взять водички, чтобы эта водичка хранилась в течение всего года, и человек по возможности употреблял его для действительно такой вот своей духовной пользы. Крещение еще называют праздником Богоявления. Он установлен в памяти о евангельском событии, когда в возрасте 30 лет Иисус Христос крестился от Иоанна Предтечи в водах Иордана. Отмечать его христиане начали еще с апостольских времен. 6 февраля православные сахалинцы будут отмечать День памяти Ксении Петербуржской. Это значимое событие для островитян, так как первый приход на Сахалине назван именно в честь этой святой. Коллеги из проекта «Минутная история» сняли видеоролик на эту тему, а мы записали обращение владыке. Давайте посмотрим. Блаженная Ксения – один из символов Петербурга. Кто она такая? До 26 лет она жила обычной жизнью. Но после внезапной кончины мужа все изменилось. Ксения раздала имущество бедным, а дом подарила арендатору. Какое-то время она носила одежду покойного супруга и до смерти называлась его именем Андрей Федорович. Но это было не сумасшествие, а сознательной подвигью родства, посвященной Богу в память об умершем мужа. Ее родство Христа ради – мнимое безумие – особый и крайне редкий вид духовного подвига. Ксению знал и любил весь город. Почти полвека она молилась о людях. Милостыню Ксения чаще отдавала другим нищим. По ночам уходила в поле, где молилась даже в дождь и пургу. Ее могила на Смоленском кладбище стала местом паломничества. Церковь причислила Ксению к лику святых. Вспоминая Святую Блаженную Ксению Петербургскую, мы вспоминаем тот духовный подвиг, который она совершила. Прежде всего, с образом Святой Блаженной Ксении связаны такие понятия, как любовь, милосердие, помощь, поддержка. Ведь очень рано, оставшись вдовое, в 26 лет, она взяла на себя подвиг юродства. Она одела на себя кафтан своего мужа Андрея Петровича, отзывалась только на эти слова. Она помогала всем, кто к ней обращался. Она участвовала в строительстве Смоленского храма «Нося кирпичи». И многие люди, которые обращались к ней за помощью, замечали то, что после ее молитв совершались такие чудеса, которые люди и сами не думали, что в их жизни эти случатся. И действительно, подвиг, который она совершала, был незаметный. Это молитвенный подвиг, тихий, добрый, подвиг отзывчивости и милосердия. Петербургская, обращавшаяся к ней за помощью, обращали внимание на то, что по ее молитвам совершались чудеса. У людей изменялась жизнь. И они постепенно стали приходить к ней все больше и больше. И даже после ее кончины они приходили на ее могилочку на Смоленском кладбище и приносили записки. Потом уже в 1840 году была построена часовня над ее могилой. Они приходили и служили молебны. В годы лихолетия, когда была закрыта часовня, обнесена забором, весь забор был в записках о том, чтобы Ксения Блаженная помогла. И сейчас мы знаем, что очень много людей приходит к Святой Блаженной Ксении за помощью. И, наверное, очень промыслительно, что первый храм на Сахалине был посвящен Святой Блаженной Ксении Петербургской. Ее трудами, ее молитвами, ее смирением. Также и здесь возродилось православие. Также и здесь люди приходили за помощью, за поддержкой, за всем тем, что необходимо каждому человеку в нашей жизни. Поэтому, вспоминая этот подвиг, мы действительно находим отклик в своей душе. Мы просим ее быть заступницей, помощницей, поддерживать нас в наших обстоятельствах различной жизни. Поэтому, празднуя память Святой Блаженной Ксении Петербургской, мы обращаемся к ней за помощью и за поддержкой, как к нашей родной, святой. Ибо первый храм на Сахалине был посвящен именно Ксении Блаженной. Это был очередной выпуск программы «Вера и современность». Мы готовы к сотрудничеству и ответим на любые ваши вопросы о духовности и православии. Телефон нашей редакции на ваших экранах. Следующий выпуск программы смотрите ровно через три недели. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова